Хей йо, с вами Недскаут. И как вы видите, на мне футболка от Фанка по Звездным Войнам. Которую я кстати выиграл в конкурсе от магазина World of Comics или Фанка.ua. Я точно не помню от кого, так как эти два магазина принадлежат одному человеку, насколько я понял, по имени Ален Броуди. И они устраивали розыгрыш, можно было выиграть фигурки Фанка, комиксы, какой-то другой мерч. Ну в общем я чисто как-то по рандому, потому что я вроде одного человека отметил в комментариях, а там надо было отмечать своих друзей. Я выиграл данную футболочку. И эта футболка в некоторой степени тесно связана с тем, о чем я сегодня расскажу и что я вам сегодня покажу в данном видео. Это видео можно сказать является прямым продолжением видео предыдущего, которое у меня выходило на канале, а именно влог с Комик-Кона 2021. И в данном видео вы увидите, какие же гиковские штучки купили я и Антон на данном Комик-Коне. Сейчас я их покажу вам. Осторожно. Вот все, что мы купили. И сегодня я расскажу вам немного о этих вещах. Погнали! Начнем, наверное, с фигурок. Их здесь у меня три штучки. Это Джеймс Бонд от Фанка. И две фигурки по первому игроку приготовиться. Постер которого у меня, кстати, до сих пор висит на стене. Наверное, сначала распакуем мою фигурку. Ну, вообще, я ее уже распаковывал, но решил запаковать, так сказать, для антуража, типа это амбоксинг. Все вот эти три фигурки. Поп-муви, с Фанка. Все как надо. Из фильма Доктор Нет. Данный Джеймс Бонд. Вот такое. Слушайте, я не знаю, что-то там внутри, короче, шерудит. Вроде такого сначала не было, может, она у меня упала, хз. Типа там шарик какой-то, то ли металлический, то ли пластиковый. Вон там 0,07. Да. Да, не джак какой-то. Не шарик, короче, не затописывал. В общем, вот такая фигурочка. Классная. Прикольная. Вторая фигурка, это у нас шестерка из фильма. Первому куплю готовится. Там, кстати, сзади показаны все фигурки. Персиваль. Артемида. Эйч. Тайто Шотто. Соренто. Айрок. И шестерка. Там на Камиконе была только фигурка Эйча и вот эти две. Вот это и вот это получается. Возможно, были другие, но их походу разобрали. Давайте ее откроем. Вот такая фигурка. Мне она прям очень нравится. Вот такая прям балдежная. Сколько деталей. Вот этот шлем, блин, серебряный. Прям охрененная. Ай-ой-ой. Написано у него спереди. Вон там даже циферки есть. Но больше этой фигурки мне зашла фигурка Соренто. На ней еще больше деталей, как по мне, сейчас зацените. Вот такая балдежнейшая просто. Смотрите, сколько деталей, сколько всего интересного. Сделаны, кстати, эти две фигурки в Вьетнаме. Вот эта и вот эта. А вот Бонд в Китае. Фигурка прям классная. Детализированная очень. Вот этот его костюмчик. Ралстук. Там вот эти все заклепки. Классная, классная фигурка. Вообще эти три фигурки классные. Перейдем к комиксам, наверное. Потому что здесь еще есть два комикса. Вот они. Это Ultimate Spider-Man. Или же как на украинском его перевели абсолютно люди на паук. И комикс с оригинальным названием Marvel. Который у нас перевели как Дэва. Который, кстати, иллюстрировал Алекс Рос. Обложка прям. Не знаю, как по мне прям. Секс. Тут по-другому не сказать. Потому что это же линза самого Человека-паука. И она прям так стильно. Выглядит такая прям красная. Прям балдеж. Так что получается эти два комикса связывает Человек-паук. Жалко, что я не нашел еще и фигурки с Человеком-пауком. Разобрали, блин, наверное, их в первый день. Но я это на видосе про Комик-кон говорил. Можете кстати его глянуть. Если не смотрели, ссылка в описании. А давайте поговорим для начала о моем комиксе. То есть абсолютно Людина-паук. Этот комикс от издательства Northern Lights. Очень классное украинское издательство. Кстати, у меня уже был один комикс от них. Который я, кстати, тоже на Комик-коне купил. Сейчас покажу. Человек-паук. Другой. Но в мягкой обложке. Мягкой обложке. А вот этот уже в твердой. И мне прям нравятся в твердой обложке. Потому что, во-первых, ну, они более живучи получаются. Во-вторых, не знаю, мне как-то эстетичнее. Это приятно, когда комикс в твердой обложке, как какая-то книга. А я люблю книги. Абсолютно Людина-паук от Northern Lights. Хочу сказать, что данный комикс, он просто огроменный. Моя рука вот такая, как вы видите. Как две мои ладони. В длину. Ну, он реально огроменный. Он... Сейчас покажу. У меня есть Харри Поттер и Тайная комната. С иллюстрациями. Да и Философский камень тоже есть. Четкая книга. Прям балдежная. В высоту, точнее длину, этот комикс намного больше ее, как видите. Ну, не намного, но больше у него. Он прям такой длинный. Это первый том похождений Ultimate Spider-Man. Здесь вошло в данный том 13 первых выпусков. И, блин, этот просто балдежный комикс вот этот. Именно вот это издание. Потому что оно, во-первых, огромное, блин. Страницы прям огромные, яркие такие. Считать реально классно. Я рад, что он именно в таком большом размере. Переведен хорошо. Качественный украинский вариант оригинального комикса, так сказать. Правда, мне не очень понравился... Ну, это уже, не знаю, какие-то придирки будут. Но мне не понравился шрифт, который они выбрали для логотипа данного комикса. Потому что в оригинале, не знаю, попытались бы сделать что-то похожее на оригинал. Как, например, в русском издании. Я сейчас покажу. Вот, видите. И не знаю, почему они могли это сделать. И, может, как-то бы добавили какой-то, так сказать, подзаголовок. Например, каждому тому было бы тоже прикольно. Я, кстати, хочу сделать обзор отдельный. Может, даже на украинском языке этого дома. Потому что мне прям понравилось это издание. Оно прям очень классное. Там, кстати, даже в конце написано о истории создания Человека-паука. Вот этого Ultimate. И наброски разные классные персонажи. История создания прям на несколько страниц. И пересказы, так сказать, альтернативных первых восьми выпусков. Потому что изначально должен был быть в первых выпусках... Ну, не прям. Сюжет отличается от того, который мы получили. Но в следующих выпусках прям они должны были реально другими быть. Интересно почитать, что там задумывалось, как должно было быть изначально всё. Просто реально классное издание. Я на него даже, как я говорил ранее, возможно, обзор сделаю. Такая прям тяжёлая книга. Она реально тяжёлая. Она кило с чем-то весит. Ей, я думаю, если долбануть сильно. Правда, жалко эту книгу, но с отрясения кому-то можно нормальное сделать. И у меня, кстати, здесь обложка эксклюзивная с Комик-Кона. Так как оригинальную вы сейчас увидите на экране. И мне это нравится больше. Кстати, блин, совсем забыл рассказать, почему же футболка та, что на мне связана. В некоторой степени с тем, что вы увидите в данном видео. Потому что эти фигулки я тоже купил в магазинчике World of Comics. Ну, типа на их стенде на Комик-Коне. И футболку я выиграл в World of Comics. Так, перейдём ко второму комиксу. Это Дева Марвелс от Алекса Росса. Это просто очень классный комикс. Это идёт отдельная история, написанная Куртом Бьюсиком и Алексом Россом. Нарисованная, получается. И это прям... Вот. Маш. Или, как он сказал, аллюзия. Алекс Росс на оригинальную обложку Amazing Fantasy 15. Это можно в некоторой степени сказать деконструкция жанра супергеройки. Так как тут рассказывается история не супергероев. А история людей. Со стороны людей. А не со стороны супергероев. То есть, как вот эта вся хрень на них повлияла. Как они пытались жить в этом мире. Когда каждый день почти на улицах борются эти супергерои. Всё взрывается. Как они пытались это принять. Всё. И это всё дополнено просто прекрасными иллюстрациями Алекса Росса. Он один из самых, как по мне, лучших художников комиксов вообще ever. Как вы можете увидеть, стиль у него реалистичный. Реализм здесь прям. Он пытался показать, как бы персонажи комикса выглядели бы в реальной жизни. Никаких костюмов выглядели бы. Ну тут я показываю обычных людей. Сейчас покажу вам персонажей комиксов. Галактус получается. Фантастическая четвёрка. Ну вот получается. Спайдер-мен. Прям комикс офигенно. Мне кажется, каждому фанату Марвел. Он, ну, он у каждого должен быть в коллекции. Мне дико нравится, как обложка оформлена. Хочу отдельную благодарность выразить тем людям, которые вот это работали над вот этим всем переводом получается. И над добавлением украинских надписей вместо англоязычных, английских. Вот, например, мутанты сдохнуть. Вот, получается, они взяли английскую надпись, терли это всё ровненько, прям, и добавили украинскую. И реально здесь много таких моментов. Прям, ну, хочется похлопать тем людям, которые работали над этим комиксом, потому что это реально офигенно. Ну, как-то прям чувствуется качественная украинизация, так сказать. Вот, например, на украинском, прям на фоне надписи, вот эти все прям реально красиво. Кстати, в конце комикса написана история его создания, так само, как в Ultimate Spider-Man. И получается, вот, четыре обложки оригинальные. Вот здесь показаны, какие референсы были в комиксе. Ну, прям реально, вот, в конце написана история, можно реально полистать. И вот разные арты от Алекса Росса, всех супергероев. Амаж, или, как я ранее сказал, аллюзия на обложку Amazing Fantasy 15. Арты разные суперзлодеев. Ну, просто, не знаю, просто варианты, разные обложки, как оно всё рисовалось. Это просто, ну, очень классные издания. Разных персонажей, можно здесь увидеть. Очень классные издания данного комикса. Мне оно прям дико нравится. Его купил, кстати, Антон. И, я думаю, он заценил, так как он фанат Алекса Росса. И можете увидеть на экране два арта в стиле Алекса Росса, который он рисовал, вдохновившись им его работами. Это персонаж Человек-наука из Сайбёса. И всеми любимый, и долгожданный, так сказать, паутинник. Классный комикс. И вот, в общем, всё, что я хотел вам показать. Эти два комикса и эти три фигурки. Вот всё, что я купил на Комик-коне. Надеюсь, вам было интересно смотреть данное видео. Надеюсь, оно получилось ламповым. С вами был Let's Count. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, пишите комментарии и нажимайте колокольчик, так как без вашего актива мои видосы просто не попадут кому-то в рекомендации. Я реально, я сейчас правду говорю. И если вы тоже были на Комик-коне, то можете написать в комментариях, что вы купили там. Мне будет интересно почитать. Поделитесь своими покупками. Ну, я, в общем, с вами вот этой покупкой поделился. Всем пока! Вопрос, который мучает всех. Когда паутинник? Ну, как сказать? Если я в осени сниму всё, что надо снять, то он выйдет в этом году. Если не повысится всё снять, что ещё осталось, то он выйдет в следующем году. В общем, я думаю, я точно всё сниму. Вот такая инфаркта. Ну, надеемся, а то обещали в 2019-м. Я там в 2019-м. Обязательно.